Чем выше температура воздуха, тем больше велосипедов воруют, констатируют полицейские. Профилактику и рейды в Когалыми проводят регулярно, но двухколесный транспорт продолжает исчезать. Крадут везде – в подъездах, у магазинов, на велопарковках. И чаще всего с такой проблемой сталкиваются дети и подростки. Кто крадет велосипеды? В первую очередь это сами же дети, которые видят бесхозно ставленный велосипед без присмотра, не пристегнутый. Они берут этот велосипед, катаются возле школы, возле своего дома, по улицам города Когалыма. И спустя некоторое время, катавшись вдоволь, они оставляют этот велосипед на дороге, возле каких-либо подъездов домов жилых, на детских площадках и так далее. Ребенок, который выйдет на улицу и не видит свой велосипед, огорчается, сообщает об этом родителям. И родители, соответственно, пишут заявление в полицию. Зачастую велосипед находится быстро, в соседнем дворе. И все равно в год в Когалыме расследуются более 20 подобных уголовных дел. В других городах Югры велокрадов меньше. В Урае за прошлый год укатили 9 двухколесных. В Покачах бесследно пропало 2 велосипеда, а в Лангипасе ни одного. Единственный гарантированный способ обезопасить свое имущество от похитителей – это пристегивать свой велосипед к забору, либо на стоянках. Сейчас у нас около подъездов есть велосипедные стоянки. И даже будет лучше, если замок будет не один. Хочется напомнить об ответственности за кражу байка. Она уголовная и наступает с 14 лет. Наказание – штраф до 80 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы. Если чужое взял несовершеннолетний, его поставят на учет вместе с родителями и выпишут штраф. В отличие от велосипеда, хищение автомобиля, как правило, преступление совершенное в крупном размере – более 250 тысяч рублей или особо крупном – более миллиона. И ответственность другая. В наших городах машины угоняют редко или совсем не угоняют, как в Лангипасе и Покачах. А вот в Когалыми в 2022-м от злоумышленников пострадали три автовладельца и два уже в этом году. Чаще, судя по статистике госавтоинспекции, кража транспортных средств происходит в Урае. В 2022-м зафиксировано четыре таких факта. А вот задержание похитителей иногда напоминает кадры захватывающего боевика. Это история с угнанной «семеркой». Чтобы остановить автовора, инспектору пришлось запрыгнуть в машину и на ходу вырвать ключи зажигания. Восемь лет прошло, но участник той погони вспоминает этот эпизод с улыбкой. И отмечает, такие ситуации в его работе случаются регулярно. Не так часто, но раз в год бывают случаи, что бывают такие опасные ситуации, водители выглядят неадекватно. Также пешеходы будут оказывать сопротивление сотрудникам полиции. В этом году уже зафиксирован один факт угона. Совсем недавно, на майских праздниках. И опять необычный случай. Двое молодых людей, распивая спиртные напитки в одном из микрорайонов города, вышли во двор и увидели стоящее, открытое, с ключами зажигания транспортное средство. Воспользовавшись этим, молодые люди решили прокатиться, поехали в сторону поселка Половинка. Так как у нас производится ремонт дорог, дороги были перекопаны, транспортное средство застряло. Ну и впоследствии данные, молодые люди были задержаны на данном месте происшествия. Как правило, похитители автомобилей – это молодежь под воздействием горячительных напитков. Молодые люди, зачастую находящиеся в состоянии опьянения, нетрезвые. Ну и ранее судимые за логичные преступления, как и в этом случае, в этом году. Также молодые люди, ранее уже судимые, привлекались за угон транспортных следствий. Специалисты отмечают, портрет злоумышленника универсален. И не важно, что он угнал – машину, велосипед или самокат. Кстати, последнее, если верить полиции, совсем не воруют в наших городах. Их не бросают без присмотра на улице или у магазина, и ночевать забирают чаще всего домой. Но если всё же железного коня угнали, необходимо реагировать максимально быстро. В случае, если, допустим, всё-таки случилась такая ситуация, что украли велосипед, коляску, либо самокат, в первую очередь, это необходимо промониторить соцсети. То есть многие находят велосипеды, дают объявление, что да, вот, нашли там-то, там-то. Это первое. Второе, значит, это иметь фотографию этого имущества своего и серийный номер. В случае, если после мониторинга социальных сетей вы всё-таки вот так и не нашли, необходимо обратиться уже в полицию. Часто ли вы слышите, что воруют детские коляски? Да, такое бывает, но только не в наших городах. А вот причинение ущерба было зафиксировано в начале мая в Покачах. Несовершеннолетний рецидивист поджёг две коляски, оставленные на хранение в подъезде. Ущерб составил 50 тысяч рублей. Да, на несовершеннолетний будет поставлен на профилактический учёт. При всём при этом хочется напомнить владельцам колясок и велосипедов. В подъездах их хранить нельзя. Это затрудняет эвакуацию жильцов многоквартирного дома при возникновении чрезвычайных ситуаций. Административная ответственность – это может быть для граждан предупреждение либо штраф от 5 тысяч рублей. Если это в условиях особого противопожарного режима совершено, соответственно, там штраф может быть до 20 тысяч включительно. Наказание за совершённое правонарушение наступает всегда. И в случае, если просто взял погонять на велике или самокате, но забыл спросить. И когда захотелось полихачить, а о последствиях особо не задумывался. Как говорится, незнание не освобождает от ответственности. Елена Дорофеева, Михаил Суханов. При содействии коллег «Наши города». При содействии коллег «Наши города»